В Скоропусковской школе искусств номер один идут ремонтные работы. Школа уже отметила свой 35-летний юбилей. И с момента открытия, создания этого учреждения, здесь никогда не проводился капитальный ремонт. Проводились работы по замене оконного блока, проводились работы по косметическому ремонту. Но благодаря совместной работе с Министерством культуры Московской области, правительством Московской области, в прошлом году мы вошли в государственную программу «Культура Подмосковья». Нам было выделено 32 миллиона рублей в программе на ремонт и техническое переоснащение зданий школы искусств. Чуть более 9 миллионов занимает переоснащение, и остальные средства идут на ремонт. На сегодняшний день за счет средств районного бюджета уже отремонтирована кровля, проведен демонтаж стен с целью увеличения площадей и устройства вентиляции. Также завершены работы по теплосистеме и канализации. В данный момент идут работы на фасаде здания. Внешняя школа искусств уже заметно преобразилась. В ноябре месяце мы планируем провести торжественное открытие данного учреждения. Но учебный год в школе искусств начинается 1 сентября. Мы начинаем учебный год. Коллектив будет работать в здании 15-й школы. За это время необходимо сделать косметический ремонт, закупить новое техническое оборудование и музыкальные инструменты. В актовом зале, рассчитанном на 250 человек, появятся новые кресла и занавес. Сотрудники школы искусств трепетно относятся к каждой детали. Мы думали о ремонте давно, готовились к нему 2 года. Цвета подбирали, проекты готовили, краски готовили. На сегодняшний момент нам очень нравится то, что у нас пока получается. То, что расширили помещение, нам очень удобно стало. По той простой причине, что все классы были трапециевидной формы или на сужение, или на расширение. Сейчас у нас очень все хорошо. Нам нравятся прямоугольные классы, нам нравится то, что они светлые, нам нравится фасад, нам нравится вообще все. Перспектива приступить к учебе в классах школы номер 15 никого не огорчает, поскольку в обновленном здании школы искусств творческих детей ожидает больше пространства, света и воздуха. Вместо шума перфоратора здесь будут звучать гитара, аккордеон, фортепиано и звонкие голоса юных вокалистов. Танцоры будут проявлять чудеса гибкости у балетного станка, а чистые листы маленьких художников оживят яркие краски. Любовь Лукашина, Сергей Кошайкин. День города.